приветствую друзья с вами снова тарас и оружейная компания ibis и сегодня у нас турнир турнир который называется kiev mini rifle open то есть турнир по динамической стрельбе малокалиберной винтовки наша компания является генеральным спонсором этого мероприятия его зарегистрировалось больше 50 участников у нас 8 упражнений я как видите тоже участвую у меня четвертый сквад у меня карабин marlin 795 прицел nikon 14 несколько магазинов большой емкости promag на 25 патронов я очень надеюсь что всего это мне будет достаточно чтобы поучаствовать получить удовольствие ну и возможно победить пожелайте мне удачи итак это соревнование по мини карабину которая проводится по правилам практического стрельбы айписи потом сказать что в матчах айписи я практике имею немного и точно помню что самое главное в этом деле это правило безопасности правило безопасности здесь имеют свои нюансы есть так называемые углы безопасности то есть нельзя разворачиваться в сторону зрителей нельзя поднимать ствол выше 90 градусов вверх то есть назад нельзя проносить оружие через любую часть тела одним словом двигаться нужно быстро но очень аккуратно для того чтобы ничего не нарушить малейшее нарушение стрелка дисквалифицировать чего не хотелось бы итак у меня четвертый сквад первое упражнение номер семь здесь шесть бумажных мишеней и одна мишень металлическая упражнение достаточно простой единственное что предстоит побегать по этому прямому углу самое главное не забыть о правилах безопасности не развернуться в сторону судьи и зрителей с оружием в руках ну как для первого раза пробежался вроде неплохо крайне мере не я не упал не оружие не отказал но это уже хорошо но последним выстрелом совершенно лишним выстрелом я поразил штрафную мишень теперь мне за это будут начислены штрафные баллы ничего так бывает 1 2 3 4 1 2 3 7 и 7 14 32 мишени на этом упражнении я пошел заряжать магазины потому что здесь понадобятся все возможные емкости для патронов это было упражнение номер семь самое длинное упражнение в этом турнире и наверное самое сложное 32 мишени нужно было поразить из них 24 металлических но с металлом все сложилось хорошо а вот одна бумажная мишень у меня осталась не пораженной опять же будут штрафные баллы это было упражнение достаточно простое но стрелял я его слишком долго хорошие стрелки проходят его меньше чем за 30 секунд у меня 34 ничего я надеюсь что зато поразил все мишени посмотрим как это скажется на моем результате я я а и и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Самое главное в этом деле, между упражнениями не забывать заряжать магазины, потому что после того, как отстрелялся очередной, кажется, что уже все позади. На самом деле расстреляли мы только 4 упражнения, впереди еще 4. Продолжаем. Продолжение следует... Это значит, что опять штрафные баллы, и опять штрафная мишень поражена. Что поделать? Нужно больше тренироваться. Вот и все. Основная проблема в том, что из неподвижной стрелковой стойки нужно строить очень быстрый спринт к следующей стрелковой позиции. Спринтануть, замереть, спринтануть, замереть. И так, ну, по сути, все упражнения. Все упражнения проходятся именно таким образом. Это очень сложно с непривычной. Это только кажется, что никаких проблем. Выстрелил, выстрелил, перешел. Но переходить нужно очень быстро, а стрелять нужно медленно и очень точно. И вот этот навык как раз и нужно тренировать на тренировках. Вот что такое неудача. И чем она выстрелает. Это было ужасно. Ну, то есть, все шло хорошо до самой последней мишени, до самой последней стальной тарелки. Мне не хватило ровно одного патрона. Пришлось менять магазин, дозаряжаться, потратил секунд 10. В общем, кошмар. Это упражнение, последнее, обещает быть для меня самым сложным, потому что я стреляю первым. И как проходят его другие стрелки, не вижу. Значит, первопроходцам всегда сложно. Ну что, друзья. Вот по окончании, по крайней мере, для меня матч уже закончился. По окончании матча я хочу сказать пару слов о том, что мне кажется очень важным. Вот эта винтовка Marlin 795 модели прошла больше сотни выстрелов сегодня за матч без всякого обслуживания, без смазки, без чистки и без единой проблемы. То есть у меня не возникло ни одной задержки, ни одного перекоса, ни одного утыка. Винтовка стреляла, я просто менял магазины, попадал или мазал, уже зависело целиком и полностью от меня. Это очень важно, потому что у многих стрелков на матче возникали с оружием задержки. На их устранение требуется время. Время в данном случае это шансы на победу. И поэтому иметь безотказное надежное оружие, это очень и очень важно в данном виде спорта. Еще один комментарий на тему оптики. Большинство стрелков на коротких дистанциях стреляют с коллиматорным прицелом. Но коллиматорный прицел удобен не для всех. Мне, например, с моим зрением гораздо удобнее оптику применять на кратности 1х. То есть я отрегулировал себе прицел, диоптрийную настройку, красность. Таким образом, чтобы я мог смотреть двумя глазами, видеть одним глазом мишенную обстановку, другим смотреть на нее через перекрестие прицела. Это очень удобно и получается достаточно быстро. Поэтому, если с коллиматором у вас не получается, рекомендую попробовать с однократной. Павочки, модель 64. Линтовка с пастинг матчевым столом с рамкой пикатинни, на которой неудобно устанавливать коллиматор, либо оптику, даже если она не принесется на каком-то другом оружии. Линтовка имеет весь грудь, можно поставить сам модератор, выстрелять совсем тихо, тихо, тихо. Поздравляю! Поздравляю! Дальше раз в 11 роках. Саша, ну, во-первых, спасибо тебе огромное за матчки. Поздравляю с победой. Спасибо, спасибо большое. Было очень здорово. Мне, как стрелку, по крайней мере, понравилось абсолютно все. И проведение, и условия, и тем более, и судейство, и работа людей на рубежах. Все было великолепно. Спасибо, дорогие. Как ты оцениваешь самопроведение? Ну, считаю, что если мы не на пятерочку, то хотя бы там на четыре, с тремя плюсами мы сегодня отработали. Однозначно. Перспективы этого вида спорта? Я думаю, что очень широкие, потому что мы можем его стрелять и сейчас на открытом воздухе. Также, если похолодает, и будет плохая погода, можно накрывать в тирах, то есть абсолютно обычный. И все это не накладно, не бьет по карману, благодаря копеечному выстрелу. Ну что ж, друзья, желаю вам побольше стрелять. Участвовать в подобных мероприятиях, получать массу удовольствия, положительных эмоций, позитива и общения. С вами была компания «Ибис», Тарас, Александр Зинченко, Стрелковый клуб «Практика». До встречи на нашем канале. Великобритания. Великобритания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова